Бельгия. Страна известная миру шоколадом, вафлями, пивом и архитектурой средневековья. В 15-м году Бельгию посетило 8 миллионов иностранных туристов. Цифра впечатляет, но чаще всего Бельгия оказывается заодно с Францией или Германией в маршрутном листе по Европе. Но это отнюдь не говорит о том, что страна неинтересна, и сегодня предлагаю в этом убедиться. А для начала хочу порекомендовать вам канал Александра Бороденкова, проект Резидент. Александр живет в Майами и на своем канале выкладывает выпуски о путешествиях по странам и жизни за границей. Большое внимание уделяется качеству и монтажу контента, да еще и в познавательной развлекательной манере, поэтому скучать вам точно не придется. Помимо этого он снимает документальные фильмы, например, фильм о российском квадроциклисте на ралли Дакар Сергея Корякини. Подписывайтесь на канал Александра, проект Резидент, ссылка в описании. Население Бельгии всего 11 миллионов человек. По площади она почти в 12 раз меньше Германии. Плотность населения одна из самых высоких в Европе – 341 человек на 1 квадратный километр. Для сравнения в Германии 230 человек, в Швейцарии 185, а во Франции всего 118. Бельгия разделена на две части. Северную часть страны Фландрию, где говорят на фламандском, то есть нидерландском языке, и южную часть Волонию, где говорят на французском. И небольшой процент на немецком. А по центру расположился многоязычный Брюссель, столица Бельгии. Но все-таки его можно назвать франкоговорящим, так как большинство жителей говорит именно на французском. Споры о том, какой из языков должен считаться главным, не утихают на протяжении всей истории страны. Бельгия – это второй крупнейший порт Европы после Нидерландов. Многие годы основой экономики составляла черная цветная металлургия. И современная Бельгия продолжает оставаться одним из ведущих производителей стали в Евросоюзе. Кроме того, развито машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, и обработка алмазов. Сельское хозяйство не играет существенной роли в экономике страны. В основном развито пивоварение и производство сыра. В Бельгии большое количество международных организаций, штаб-квартира Евросоюза, НАТО и секретариат стран Бенилюкса. ВВП на 2017 год составил 491 миллиард долларов. Это больше, чем у Австрии, Норвегии или Арабских Эмиратов. Средняя зарплата 1900 евро в месяц после вычета налогов, которые, кстати, считаются одними из самых высоких в мире, порядка 45%. Но между регионами страны, Фландрии и Волонии, существует большой экономический разрыв. Сегодня Фландрия – это локомотив экономики Бельгии, а Волония отстает, особенно после спада сталилитейной промышленности. По состоянию на седьмой год уровень безработицы в Волонии вдвое больше, чем во Фландрии. Таким образом, экономическое неравенство и существующий языковой разрыв между югом и севером приводят к постоянным разногласиям внутри страны. Во Фландрии даже появились движения за независимость. Бельгийский климат не для любителей погреться на солнышке. Погода преимущественно пасмурная. Мягкая и дождливая зима и умеренно теплое лето. У Бельгии есть 70 километров побережья вдоль Северного моря. Оборудованные пляжи, престижные курорты Де Паны, Кноке Хейст выглядят великолепно. Но, к сожалению, даже летом вода очень холодная, купаются немногие. Те, кто могут себе это позволить, стараются купить дом или квартиру на побережье Северного моря. Сельская местность очень развита, уютные домики, ухоженные поля. Фермеры живут в деревнях со всеми удобствами, заняты любимым делом и не страдают от безденежья. Но основная часть населения проживает в городах. Давайте прогуляемся по самым главным из них. Брюссель, столица Бельгии, город чиновников. Здесь находится штаб-квартира Евросоюза, главный офис НАТО и управление Бенилюксом. Содружеством трех стран – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Считается седьмым финансовым центром в мире. Самая главная достопримечательность Брюсселя – центральная площадь Гранд Палас. А самый знаменитый символ города – это скульптура писающего мальчика. Она совсем маленькая, всего лишь 61 сантиметр, но имеет огромное культурное значение. Множество ресторанов, извилистых улочек, парков и музеев гармонично сочетается с новыми высотными зданиями. Что отражает, пожалуй, один из главных принципов градостроительства современной Европы – бережное сохранение исторического наследия. Хотя так было не всегда. Когда Брюссель готовился принять Экспо 58-го года, под предлогом строительства города будущего, историческая застройка сносилась целыми кварталами. Появился даже новый термин – брюсселизация. Это когда сносят все без разбора и строят на освободившемся месте новомодные здания. Антверпен – портовый город на берегах реки Шельбы. Очень динамичный и современный. В его многовековом центре есть целый алмазный район, где трудятся тысячи полировщиков и торговцев алмазами. В Антверпене располагается самый старый европейский небоскреб 1932 года и один из самых красивых вокзалов. Брюге считается самым живописным городом Бельгии. Он как будто законсервировался в Средневековье. Славится своими каналами и мощенными улочками. Его порт Дебрюге является важным центром рыболовства и европейской торговли. Весь исторический центр входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Льеж – город вдоль реки Маас во франкоязычном регионе Волонии. Его старый город наполнен достопримечательностями, включая Романскую церковь Святого Варфоломея. Считается городом металлургов, оружейников и изготовителей хрусталя. Как говорят маркетологи, самое главное – это локейшн. Сложно придумать более удобное расположение для страны. Например, из Брюсселя на скоростном поезде всего 1 час 20 минут до Парижа, 2 часа до Кельна и 2,5 часа до Лондона. Неудивительно, что Брюссель притягивает деловых людей и международные компании. Бельгия занимает первое место в мире по плотности железнодорожной сети. Ее длина – 3600 километров. В отличие от многих европейских стран, автомагистрали в Бельгии бесплатные для легковых автомобилей, за исключением тоннеля Лихвинсук, за проезд по которому с вас возьмут 6 евро. В седьмом году компания Лукойл вышла на рынок Бельгии и сейчас имеет сеть более 200 заправочных станций. По сравнению с Нидерландами или Германией, цены на недвижимость в Бельгии ниже. Стоимость одного квадратного метра в среднем – 3000 евро. Аренда однокомнатной квартиры – 700-800 евро. Бельгия – это сердце Евросоюза. И неудивительно, что здесь популярны идеи либерализма. Бельгия – одна из первых стран в мире, которая ввела для своих граждан электронные удостоверения личности. Они выдаются с 12 лет. И это первый шаг к электронному правительству. Вторая страна в мире легализовавшая однополые браки. После принятия плана принудительного расселения беженцев на территории страны, в 2017 году в крошечную Бельгию прибыло 55 тысяч мигрантов. В Бельгии сильны профсоюзы, поэтому часто случаются забастовки. Языковое многообразие в реальной жизни доставит вам немало хлопот и заставит быть полиглотом. Радиостанцы вещают на французском, фламандском, немецком, а также итальянском, английском, турецком, арабском и других языках. Ваши коллеги по работе тоже будут говорить на разных языках. Представьте, каково работа таксистом в Бельгии. Кстати, бельгийские мужчины занимают второе место в мире по росту после нидерландцев. Их средний рост – 182 см. Главное национальное блюдо – это картошка фри, но не стоит называть ее френч фрайс. Бельгийцы не любят добавку френч, так как считают, что картошка фри родом именно из Бельгии. Самое популярное блюдо – это миди с картофелем фри и майонезом. Бельгийские вафли тоже покорили весь мир с невероятным разнообразием начинок. Культ шоколада в Бельгии впечатляет. Шоколадные лавки буквально на каждом шагу. Здесь верят, что их шоколад лучший в мире, и подарив бельгийцу иностранный шоколад, это не вызовет у него должного восторга. И, конечно, бельгийское пиво. В стране около 180 пивоваренных заводов, начиная от международных гигантов и заканчивая частными пивоварнями. В 2016 году ЮНЕСКО включила бельгийскую культуру пива в список нематериального культурного наследия человечества. Рекордсмен – это кафе «Делириум» в Брюсселе, где представлено 3000 сортов пива. В бельгийских школах обязательно учат французский, нидерландский и английский. По выбору можно взять четвертый язык. Настоящей страстью бельгийцев можно назвать комиксы, наравне с Японией и США. Именно здесь были созданы Астерикс и Обеликс, Тин-Тин и Смурфики. В Брюсселе есть Центр искусства комиксов, а также комиксовый маршрут с любимыми героями на стенах домов. Футбол и велоспорт являются наиболее популярными видами спорта среди бельгийцев. Проходит гран-при по автогонкам в классе Формула-1 в городе СПА. Бельгийская трасса является одной из известнейших в мире и нравится как пилотам, так и болельщикам. Бельгия – это не только страна вафель, шоколада и пива. Это настоящее зеркало современной Европы. А вы бы хотели жить в этой стране? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok